В авиагородке нападению разбойника, вооруженного ножом, подверглась хабаровчанка, пересчитывавшая в своей машине наличные. ЧП произошло днём пятницы во дворе дома на улице Дончука. 34-летняя горожанка припарковала свой марч и собиралась подняться домой. Однако перед этим женщина решила посчитать имеющиеся у неё деньги. Этот процесс очень заинтересовал прохожего. Преступник бесцеремонно ввалился в салон автомобиля и сел на переднее пассажирское сидение. Тут же потребовал деньги. До смерти перепуганная автолюбительница закричала, что было сил. Шум привлёк внимание очевидцев и соседей. Не ожидавший такого поворота налётчик ударил жертву ножом в грудь и бросился бежать. Гнаться за ним никто не решился. Всех больше волновала судьба женщины. Сообщив полицию о нападении и дав приметы преступника, люди повели раненую в ближайшее медучреждение. Поликлиника, где пострадавшие оказали первую помощь, расположена в этом же доме. Рана такая поверхностная. Ну, конечно, она кровоточила сильно. Вся на ней футболочка была окровавленная. Она испугалась, конечно, очень. Рана оказалась неглубокой. Нож не задел внутренние органы. Из поликлиники девушку доставили во вторую краевую больницу. Пока медики оказывали помощь пострадавшей, сотрудники Росгвардии прочесывали район. Преступник был найден по горячим следам. Он уже успел сесть в троллейбус. Электровагон патрульный остановили у городского кладбища. Задержанный 1975 года рождения, родом из Приморья, имеет уголовное прошлое. У криминального туриста была сумка с личными вещами. Он её бросил на месте преступления. В том, что именно этот человек напал на хабаровчанку, сомнений нет. Полицейские устроили заочное опознание. Отправили пострадавшие фото задержанного. Она подтвердила, что это её обидчик. Жизни и здоровью хабаровчанки ничего не угрожает. С места происшествия Ольга Кошелева и Андрей Алфёров.